И еще раз добрый вечер, дорогие друзья, любители хоккея. Это Санкт-Петербург, спортивный комплекс юбилейный, первый матч нового сезона, теперь уже первый официальный матч для петербургского «Динамо» и команды «Сканева». Петербургское дерби уже в четвертый раз, кстати, эти команды открывают новые сезоны в тогда еще высшей хоккейной лиге, ну а сейчас высшая хоккейная лига, я напомню, несколько дней назад была переименована во Всероссийскую хоккейную лигу. Ваш комментатор Вадим Шереметьев, и к составам команд перейду, ну а потом уже все подробности, конечно, сегодняшнего матча, обо всех подробностях будем говорить. Итак, армейцы в белой форме, на правах гостей в воротах, 33-й номер Никита Богданов и первая пятерка, 38-й номер Бердюков, Калабушкин, 15-й защитник и нападающий Агерчук, 88-й номер, Калтыкин, 71-й, Орлович Грудков, 27-й, напомню, что Агерчук неделю назад оформил хит-трик. В матче против Динамо, тогда еще на тургере имени Шилова. Так что особое внимание к этому хоккеисту. Вот на ваших экранах составы команд, ну а это Денис Синяк. Помнишь, да? Вопросы студии игроку будет. Последняя минута Динамо вошли. Бросок по воротам. И шайба в воротах. 1-0 Динамовцы повели. 1-0 на исходе второго периода. За 55 секунд до окончания второго периода Динамовцы открывают счет. И посмотрите, какая радость болельщиков и игроков. Естественно, кого поздравляет? Ларичева. Давайте. Да, Иван Ларичев забрасывает свою первую шайбу. В прошлом сезоне Ларичев провел за Хантамасийскую игру. В этом сезоне играет за Динамо. Бросок по воротам. И... Бросок. Реагирует. Синягиный выход. 1-0 Ларичев. И забрасывает. Вот вам, пожалуйста. И размахнул руками вверх Сергей Пушков. А вот это вот не надо было делать. Ларичев поехал праздновать заброшенную шайбу. Как тут же схлопотал от хоккеиста Сканева и пошла потасовка. Конечно, обидно, безусловно, армейцам. Очень обидную шайбу они пропустили. Прозевали выход Ларичева со скамейки Штрафников. Иван Ларичев. 1-0 выход. И счет становится 2-0. Без шлема находится Калтыгин. Здесь же Никита Пухов. Но под горячую руку Пухову лучше не попадаться. Комаристы на 2 минуты за что-то отправятся. Непонятное решение арбитрии, если честно. Вот здесь мы пока смотрим отскок. Еще и помог отскок от хоккеиста Динамо. Посмотрите, бросок поворотом. Да, и тут же передача следует на Ларичева. Какой молодец все-таки ассистент Ларичева. К сожалению, не видно мне номера, кто это был. Передача последовала. И увидел, увидел хоккеист Динамо, что... Минута уже осталась до окончания периода. Ошибка. И вот это шайба. Вот это шайба 3-0. Ну что же, сегодня, конечно, в Сканеве в третьем периоде где-то и не повезло. В первом случае выход 1-0 после того, как Ларичев убежал со скамейки штрафников. До этого были моменты у армейцев. А вот сейчас предательский рикошет. Поздравляют Скоринова. Александр Скоринов, 32-й номер. Автор заброшенной шайбы. Смотрим повтор момента. Передача. Да, Александр Скоринов отдавал пас на Яковлева. Но здесь от конька. Хоккеиста Сканевы от Бринкмана. От Бринкмана шайба залетела в ворота. Если захотеть, так сыграть и то, я думаю, не всегда получится. Скоринов. Игра в одно касание. Передача. И четвертая шайба. Все-таки влетает в ворота Сканевы. 4-0. Но кто бы мог подумать, что в третьем периоде три шайбы мы увидим в воротах армейской команды. 4-0. 4-0. И поздравление получает Александр Скоринов. Это его дубль. Две шайбы Ларичева и две шайбы Скоринова. Вот это да. Вот он, Александр Скоринов на наших экранах. Ну а мы смотрим еще раз повтор момента. Отскакивает шайба. Да нет, это Чернов. Это не Скоринов. Это Чернов, конечно же. 12-й номер, а не 32-й. Артем Чернов. Подкараулил эту шайбу и направил ее практически в пустые ворота. Не успевает Богданов. Бросок под перекладину.